Новый год еще не настал, а подготовка к 61-му Евровидению уже в самом разгаре. В 2016-м музыкальный конкурс пройдет в Стокгольме, благодаря победе шведам Манса Зельмерлёв. Триумфатором Евровидения 2015 года по праву считается и россиянка Полина Гагарина, занявшая второе место. Полюбившуюся слушателям со всего мира композицию Million Voices написала целое созвездие профессионалов из Швеции, Германии и России. В этом году специально для создания конкурсной песни Лидии Исак в Молдову прилетел Леонид Гудкин, один из композиторов Million Voices. Нам было любопытно, является ли для него Евровидение показателем собственного мастерства. Я работаю там из кино, скажем, да, и с группами и так далее. И это один из видов деятельности автора-продюсера, очень интересный. Я не вижу это, так сказать, его как некая вот там коробка с медалями, которая вот там вешается на грудь, вот смотрите, как у пуделя. Я это рассматриваю как один из аспектов своей работы. То есть Евровидение — это некая такая особая субстанция, функционирующая по своим законам. Вот, в последнее время она стала приближаться к законам, так сказать, поп-рынка общего. Потому что конкурсу было 60 лет, и все-таки при всем, как говорится, уважении к музыке нельзя забывать о том, что это телевизионное шоу. Каждый год музыкальное шоу обрастает все новыми скандалами. Евровидение обвиняют в политизированности и пренебрежению к таланту, в пользу яркости и эпатажности самого номера. В этом году отборы на международный конкурс решили бойкотировать и большинство молдавских исполнителей. А что по этому поводу думает Лидия Исак? Да, я знаю, что многие артисты бойкотировали этот конкурс по той причине, что в прошлом году Молдову представлял участник из Украины. Но я пытаюсь абстрагироваться, быть и далека от этих всех конфликтов, потому что и заниматься музыкой. Когда за спиной стоят такие люди, как Леонид Гудкин и его команда, с которой он работает, которые писали песни, которые заняли второе и пятое место на Евровидении, то есть уверенность, что все-таки все получится. Наша исполнительница рада сотрудничеству с командой Леонида Гудкина и надеется на победу для начала в местном отборочном конкурсе, а после и на самом Евровидении. Забегая наперед, отметим, композиция обречена на успех. Однако пока рано говорить о чем-то конкретном. А пока мы решили узнать у Леонида Гудкина, кто важнее в хитовости песни – композитор или же исполнитель. Как ни странно, песня становится как бы важнее, что ли. Это не мое мнение, я общаюсь с огромным количеством людей во всем мире, просто это некий, так сказать, тренд. Потому что музыка становится, к сожалению, более, что ли, ну, может, неправильное слово, сиюминутной. У людей нет времени слушать альбомы и, так сказать, интересоваться карьерами артиста, поэтому все происходит очень быстро. И вот если внимание, так сказать, среднего слушателя, особенно молодого, не зафиксировать, пускай, там, первые, там, две минуты, то вполне вероятно, что дальше мы его теряем. Лидия Исак поделилась, что ее евровидийными кумирами являются Лорин, Ман Зермерлев и Лойк Нотет, представлявшие Бельгию в 2015 году. Ей нравится, что эти персонажи надолго запоминаются зрителю и создают что-то новое. Лидия также поделилась впечатлениями по поводу собственной песни. Я очень рада, что мне улыбнулась удача сотрудничать с такими профессионалами. Песня очень сложная в вокальном плане, и это как испытание для меня, как новое испытание, чтобы преодолеть какие-то свои барьеры и прогрессировать в музыке. Я думаю, что это как раз то, что нужно в этом конкурсе. Это мое личное мнение. Но уже посмотрим, как сложится карта. И прежде чем мы дадим возможность насладиться совместной работой нашей исполнительницы и российского композитора, песни которого заняли 5-е и 2-е место на международном конкурсе Евровидения, мы хотели бы пожелать Лидии удачи для начала в отборочном туре, а если повезет и в самом конкурсе. А вот и сам отрывок из песни, из первых нот, полюбившийся всей съемочной группе телеканала СТС. Продолжение следует...